привет друзья мы приехали магазин фридмайер за продуктами и заодно вам покажем цены на продукты перед новым годом перед праздниками рождеством большая или маленькая короче перед праздниками в америке цены на продукты не повышают остаются такими же она кое-что даже понижайте цены как заказывать маленькая тележка маленькая тележка сказал мне маленькую диму прошу возьмем салфетки протереть руль чистенько все рождественское здесь я вот на входе взяла вот такую газету она издается на неделю ровно на неделю в этом магазине и в этой газете указаны какие цены какие скидки на еду и не только на еду будут в этом магазине вот допустим здесь даже есть купончики их можно использовать на все кроме еды вырезаешь их вырываешь на кассе даешь тебя делают скидку получается что магазин вот этим за всем заманивают к себе чтобы перед праздником у них пали все так вот там вкусняшки разные пойдем вкусняшки посмотрим рождество смотрите какие конфетища классные кенди кей поломаны да вот эта конфета стоит полтора доллара мы приехали к рождеству детям купить каких-нибудь конфеток здесь и вот сейчас они все на большом селе на большом селе это означает что большая скидка смотрите такой поцелуйчик шоколадный 11 долларов за 340 грамм мне нужно найти детям какой-нибудь шоколадный дед мороз или что-то в этом роде я здесь вижу только вот такой набор за доллар шоколадную внутри криспи это значит внутренний рис какой-нибудь мне нужно четыре таких дед мороза здесь их только три часа пойду еще поищу если я не найду по отдельности то куплю тогда две упаковки еще хотела сказать что в америке все продукты делятся на органические неорганические обычные то есть органические означает это экологически чистый выращенные без всяких там химических добавок гормонов пестицидов гербицидов антибиотиков ну короче вот таким значком еда если обозначается значит она экологически чистая она обычно раза в два в три дороже чем обычно так вот я нашла опять кенди кейн которые дети просят все время они перед дружиством объедаются их и можно взять фруктовые фруктовые возьмем никит фруктовые или мятные фруктовые вот смотрите конфетки мерси такие палочки 4.99 сейчас упаковка и вот такая вот рядом стопочка с купонами ты его берешь на кассе предлагаешь и вот это будет прилагаешь да это бы стоить уже 399 за 200 грамм скажем так это вполне хорошая цена для вот этих конфет посмотрите все это на сейле на распродаже и все это стоит в принципе дешевле чем можно купить в остальное время года кроме костка кроме костка магазин да мы именно там всегда сладости покупаем поэтому здесь и эти мы покупаем в костка и эти мы покупаем здесь одновидные да один вид да у нас дома есть а мы там 4 4 там 4 так вот эти вот штучки перед самим рождеством вот эти будут вообще стоить по 99 центов все но мы сникерсы эти не берем обычные сникерсы потому что просто упаковка праздничная а вот вот такие да у у нас палки дома есть конфеты а вот смотри какая линдор в этом костка продается огромное за и по моему за 10 долларов пластиковый шарик а в нем маленькая да в нем конфетки я даже не знаю какая цена короче я возьму две вот таких упаковки две вот таких упаковки возьму каждому по деду на розу нашу сейчас вот я еще раз покажу какой здесь сейчас рождественский отдел большой и все это все это на большой распродаже цены очень низкие ниже чем в начале сезона сейчас перед рождеством самые низкие цены а сейчас пошли покажем нашим зрителям цены на основные продукты которые сейчас именно в это предпраздничное время в америке так вот этот отдел весь идет здесь различные майонезы соусы кетчупы и все такое сейчас я вам покажу средняя цена на майонез самый популярный майонез в америке это я думаю что вот этот best food и вот такая баночка здесь стоит здесь полтора литра почти 1 и 4 литра за 669 но это не на сейле сейчас можно найти то что на селе допустим вот такой майонез 459 за 828 миллилитров ну я думаю что в принципе одна та же цена вот это означает что сейчас цена ниже кетчупы мы всегда берем органическую кетчуп вот такой за доллар 99 всегда его берем но здесь есть известный хейнс различные вот вообще дешевые их местные этого магазина за доллар баночка а вот такой стоит 4 доллара участь что обычный кетчуп из-за бренда дороже вот этого органического он хоть и объем больше но в принципе на этаж цены мы его раньше брали но у него вот эта дырочка вот эта дырочка она подтекает и плюется помнишь переворачиваешь органический брали это обычный все равно и это такой же стреляет они специально делают большую дырку чтобы много кетчупа вываливаем что быстрее заканчивался органические органический стоит 499 американцы очень любят жарить барбекю и вот это все различные соусы барбекю на любой вкус и цвет эти красные вот эти вот желто-красные цены означает что все это на сайли распродажи американцы на рождество будут наверняка жарить много мяса именно поэтому здесь много ценников сейчас я вам покажу макароны обычные сколько здесь стоит это ряд фасоли рис и всякие это обычная неорганическая вот к примеру вот такой обычный длинный рис здесь 5 паунтов это где-то в районе двух с половым килограмм трех килограмм да стоит 799 8 долларов вот самые обычные популярные макароны американские их цена обычно от доллара до полтора доллара они достаточно вкусные и чаще всего покупаем мы раньше вот такие вот любили бантики купать потом перешли на экологически чистые в другом магазине берем большую упаковку здесь ровно один паунд 454 грамм цена такая сейчас я вам покажу еще соусы которые в этом отделе сразу продаются соусы различные томатные и не только к макаронам давай какую-нибудь баночку самую популярную найдем покажем 1.99 за маленькую баночку здесь 425 грамм альфреда много разных альфреда и самое популярное вот томатный соус в америке это вот такой здесь 180 грамм за доллар 99 он достаточно вкусный он бывает с грибами с луком с чесноком на различный вкус макарончики называются волосы ангела они тонкие 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 как ниточки мы пришли в отдел где продаются кофе и чай и сразу же starbucks естественно starbucks здесь не молотый кофе 340 грамм за 599 это сейчас на селе когда ты покупаешь три пачки то будет по 499 за вот такой пакетик за 340 грамм starbucks его здесь огромный выбор с разным вкусом мне лично нравится вот такой бренд я не покупаю starbucks я покупаю вот такой вот так же если развесно есть кофе в зернах 10 долларов за 454 грамма и здесь вот есть сразу стоят кофемолки подошел перемолол такой пакетик насыпал и на кассе расплачиваешься уже замолотый по такой же цене как и цене вот если кто любит растворимый кофе на скафе 649 за 200 грамм кашпор 100 лет не пила такой и пошли различные че здесь я думаю что че такие же как и везде я не знаю как мы сейчас везде продаются на вот липтон и липтон на липтон в пакетиках 459 за 93 грамм здесь 50 пакетиков кстати секрет если вы хотите купить такого же качества чай но по не низкой цене вот там в самый низ опускаетесь и обычно более дешевые бренды такого же качества продаются намного дешевле вот за 269 за за 100 пакетиков вот эта полка все что на клыренсе клыренс это значит подходит до большая распродажа вот вчера не продали эту выпечку сегодня ее сделали в два раза дешевле допустим такие кексики они вчера стоили сейчас 229 значит вчера на районе 5 долларов да вот вчера они стоили 5 долларов сегодня можно купить за 229 их с утра выставляют разбирают к обеду потому что выпечка неплохая хорошая и дешевле два раза разные кексики тортики хлебушек разный отдел молока слева органическое молоко экологически чистое справа обычное мы обычно покупаем вот их местное молоко это в магазина вот такое чаще всего с пониженной жирностью иногда мы берем да вот такой пластиковая конечно в пакетах лучше да возьму пластиковый или вот такой на добили на ноги иногда бывает на клыренсе можно несколько пакетов взять на клыренсе это самое дорогое считается молоко 557 за вот такой пакетик сколько здесь по этому пакетику почти два литра а сейчас вам покажу сколько стоит обычное молоко неорганического самое лучшее из неорганического это вот такое молоко она тоже почти два литра стоит 239 принципе небольшая особая разница с обычным с органическим можно очень дешево купить целый галлон это почти 4 литра за доллар 59 обычное молоко здесь все все в этих галлонах 4 литра которые по доллар 59 сейчас перед рождеством перед новым годом такие скидки вот такие ряды которые возле входа в торца стоят здесь обычно все что вот в газетах в этих которые меня лежат в тележке то что на сейле вот здесь выставляют чтобы людям быстрее найти легче а да вот это дело рассыпной и здесь практически все органическое натуральное такое мы здесь покупаем лаврушку мне сейчас не нужно сейчас покажу какая лаврушка в день и видишь надо искать вот пустая коробка нету хорошо что нам не нужно 23 доллара за паунд но обычно сейчас 20 долларов за паунд мы обычно полный мешочек на спайма на легкой там полтора доллара выходит лаврушка лавровый лист здесь мы покупаем иногда овсянка на сейчас тоже не нужно рассыпную смотрите здесь и тыквенные семечки различные любые семечки какие хотите всякие зерна горох для примера органический долг попучек горох здесь доллар 19 стоит а мы в раза уже дороже покупаем овсянка разных видов рассыпная обычно экологически чистая и она в принципе недорогая здесь или 89 центов за паунд или за доллар 29 не пройду мимо сладкого отдела потому что нас тоже смотрят дети и даже взрослые которые тоже неравнодушны будут киндер джой сюрпризы появились с недавнего времени в нашем нашей стране 2 на 3 доллара шоколад в принципе неплохая цена полтора доллара за плитку шоколада за 120 грамм он черный я себе возьму обязательно возьму я черный без черного шоколада жить не могу прямо они сейчас все на сейве обычно вот допустим такой шоколад стоит 2 доллара сейчас он полтора так отдел сметаны сметану мы тоже здесь не покупаем и покупаем хвостка вот такая баночка вот это самый хороший считай сметану 229 за паунд можно купить подешевле это вот этого магазина бренд крогер или как он там считается вообще вот такая баночка тоже паунд за полтора доллара ну сколько там четыре баночки на 5 долларов на вас волки сок лимонад берите давайте посмотрим они сейчас кстати соки сейчас тоже на сейле написано не из концентрата мы больше всего любим вот такие соки и они сейчас на сейле в два раза дешевле доллара 99 это очень хорошая цена это не из концентратов а вот вообще вот смотрите сок доллара 89 значит у него срок годности подходит поэтому он продается в два раза дешевле но мы можем на сейле просто взять свежий надо только найти без мякоти потому что наши мякоти не пьют вот это короче написано что здесь очень много мякоти можете видеть вообще как как это как пюре вообще а вот этот вообще без мякоти очищенный не из концентратов очень хорошие цены если хотите можно большую бутылень купить вот такие сейчас перед праздником здесь скидки вот эти соки продаются всегда газированные соки продаются перед рождеством и новым годом его используют вместо шампанского кто не пьет чтобы создать праздничную атмосферу открыл бутылочку пена пошла алкоголя нет два доллара на душе разница 2 доллара за бутылочку и здесь разные вкусы вот допустим яблоко черешню теперь мы пришли в яйца это экологически чистые а это обычные сейчас вам покажу 12 обычных яиц белых стоит долларов 59 но они не на сейле иногда бывает по 99 центов но причем сейчас они не сделали так и яйца я смотрю нет у них на сейле но у них экологически чистые на сейле сейчас я вам покажу вот это кейч фри означает что курочки гуляли на улице бегали по полю они сидели в клетке их не кормили кормом и вот если покупаешь 4 упаковки то платишь 2,99 они на сейле а если покупаешь одну то 3,99 за 18 яиц покажу сколько стоит экологически чистые яйца мы здесь не покупаем мы покупаем в костер потому что там значительно дешевле я покажу вот сейчас на сейле посмотрите 5 долларов за 12 яиц это которые курочки которые росли просто на пастбище бегали вообще не сидели в клетке а вот это за 8 тоже это вот самые самые экологически чистые это когда выращенные на пастбище то есть они вообще там в дикой природе может где-то бегают выращенные на маленькой семейной ферме да то есть это это небольшое какое-то предприятие совсем йогурты вот этот холодильник весь с йогуртами и здесь также выбор сначала идут всякие натуральные то есть без всяких добавок или органические а потом в конце там обычные так вот сейчас допустим кефир обычный кефир и он на клыренсе 2,69 за вот такую маленькую за 946 миллилитров картоночку а если не на сейле то он стоит 5,39 это значит нет вот этот калчер означает что там эти пробиотики сейчас я вам покажу какой-нибудь йогурт который органический почем смотрите здесь всегда вот это вот на клыренсе это йогурты которых срок годности подходит там и он они все свежие у них просто там через две недели может быть срок годности подойдет и они в два раза дешевле их сразу делают обычно по доллару сейчас за 49 центов активе доллар 39 за 4 это если на сейле на клыренсе обычно 2,69 за 4 в костка значительно дешевле смотрите вот это все греческие йогурты это с типа творожков 10 на 10 по доллару за 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 сколько тут до 150 грамм а сейчас мы идем самый главный отдел человека жизненно необходимый это хлеб этом отделе также сначала идет хлеб обычный я не знаю кто его покупает но он ужасный сейчас я вам покажу вот еще который цельнозерновой он еще более-менее не такой как этот как вата а есть который обычный хлеб вот сейчас я вам покажу я не буду гадствовать не буду его сминать но если ее на него надавить он станет тонким блинчиком и он очень мягкий он мягкий как вата его невозможно есть в воде он распадается просто на какую-то слизь посмотрите этот стоит за 680 грамм 2,99 это сейчас на сейле цельнозерновой хлеб но в них очень много добавляет плеча клейковины дополнительно и из-за этого они как резина становится а вот такой вот который я вам говорил что сминается легко тоже 2,99 за 567 граммов кто же покупает а здесь уже пошла полочка с экологически чистым хлебом органическим мы часто вот такой покупаем когда не хочется свой печь 4 доллара за 737 грамма скажем так не особо дороже чем неорганические они бывают на большом сейле по 2,5 доллара вот смотрите допустим 3,49 за вот такую буханочку это с добавлением протеина хлеб с разными зернышками 567 грамм за 3,49 короче мы любим фридмайер из-за хлеба в нем всегда можно найти недорогой органический хлеб и он повкуснее чем тот который неорганический он тоже сминается но пожарив его в тост и он вкусный хочется белый вот пожалуйста белый такой же хлебушек кстати он не такой мягкий он поплотнее смотрите вот полочка с органическим хлебом выглядит вот так вот а все остальное это неорганических хлеб дешевле который огромная полка с сырами на любой вкус любом состоянии в любом виде но здесь такого какого-то брендового хорошего не найдешь различные нарезанные сыры во всех них по пол паунта по 226 граммов и есть на селе за 3 доллара а есть за 3,29 давай найдем цельный который а если хотите можете уже готовый натертый купить это вот тут неплохая цена здесь за 2 паунта и почти килограмм 6,99 хочешь спечь пиццу покупаешь уже готовый натертый посыпаешь и вообще сыр в америке я сейчас скажу вот так вот среднем хорошая цена 3 доллара за 454 грамма 3-4 доллара можно купить конечно за 9 долларов 2 паунта можно найти всегда на селе где-нибудь за 3-4 доллара за паунт наши дети любят вот эти вот такие сыры которые уже упакованы индивидуально в школу их можно брать палочки такие разрываешь потом и кушаешь сыр сейчас он можно сказать нет это всегда на селе 5,49 за 6,08 грамм это нормальная цена в области себя встречает мужчина он его узнает по детям у тебя сколько детей у тебя постоянно спрашивают у вас уже пятеро я говорю нет у нас столько чеха а у меня каждый раз так мороженое пойдем всякие замороженные пиццы и замороженные мороженые бога там глаз не оторвет от мужика которого носки штанины носки заправлены в америке мороженое чаще всего продается в таких вот огромных баночках начиная с такого огромного ведерища и она стоит это ведро 4,49 за сейчас вам скажу какой объем здесь почти 4 литра один галлон 3,78 вот это вот со вкусом ванилы день наверняка найдется клубничная еще какой-нибудь мы не покупаем огромное потому что там так смесь такая ужасная состав жалко детей кормить это гадостью мы любим вот это мороженое она сейчас на селе возьмем пару баночек у наши любимые она стоит обычно 5,99 час 3,99 я лично люблю домашнее мороженое old fashion старомодное обычный кломбир 3,99 за литр 66 но в литр измеряется и можно как вот мятные все-таки это новый год рождество вкусов невероятное количество разнообразия из черешни и с малины и с орехами шоколадами вот они вот мятные вот это весь отдел мясной и рыбный нет есть только мясной сейчас вот допустим свининка вырезка стоит 3,99 за 450 грамм получается вот этот кусочек за 21,55 мы свинину не едим но вот это это хорошая вырезка я думаю что очень хорошие хорошие стейки бы получились или запечь если будет хороша еще здесь из-за того что предрождественская распродажа смотрите один покупаешь другой такой кусок берешь бесплатно берешь вот такой и вот такой и за два платишь 20 долларов как он а вот уже готовая ветчина всего лишь доллар 27 за паунд а регулярная цена 3,29 вот здесь огромнючая она уже копченая готовая такая ветчина дело с курочками вот это курицы все обычные а там до той стены органические обычная курица вот если хотите есть вообще на курицы за 7,86 вот такая вот а обычная цена сейчас я найду чужие все на курицы и что ж такое все абсолютно на курицы ладно обычно стоит 1,59 за паунд пойдемте в говядину сходим здесь во Фредмайере неплохая говядина продается мы редко ее покупаем мы любим мясо птиц вот для примера 5,49 вот такой вот за паунд это очень хорошая говядина обычно она стоит 6,49 дороже на 1 доллар вот уже похуже кусочки огромные 3,97 вот здесь уже идут органические куры где мы чаще всего покупаем нам сейчас не нужно у нас дома есть 2,99 за паунд иногда они дешевле чаще всего 2,49 стоит такая вот курочка маленькая стоит 15 долларов вот это популярная очень ветчина Black Forest она в этом специях она такая вот черная сверху очень вкусная 5,29 за паунд такой кусочек стоит 17,25 сейчас я вам быстро покажу рыбку это дорого вот то что здесь час 8,99 за паунд обычно бывает дешевле ну и мы пришли в овощи и фрукты короче вот этот отдел обычные овощи и фрукты которые кормили пестицидами гербицидами химическими удобрениями а вот здесь которые как они заявляют не кормили ничем плохим вот такой пучок редиски обычный ну не знаю она маленькая достаточно очень маленькая стоит 89 центов за пучок салат 1,69 за один вот такой вот огромнейший капуста так я ее брать не буду 79 центов за паунд а вот я сейчас зашла в отдел с органической одна капуста всего лишь а мне нужна одна последняя осталась я ее беру правда она как-то не очень выглядит что делать 1,29 за паунд то есть получается примерно в 2 раза дороже да нет я ее не буду брать она одна единственная осталась смотри какая ужасная это надо может быть спросить у работников да вот такая вот пучочек органической редиски мне кажется даже еще меньше 1,29 а салат за 2,39 упаковку лука мы обычно здесь берем но сейчас ее нету поэтому возьмем обычный рассыпной за органический да возьми штучки 3 мне хватит а потом куплю 1,19 за паунд потом я вам покажу сколько стоит обычный самый маленький вам брать я самый маленький вот это вот крупненький это самые маленькие здесь я беру картошку для супа потому что дети у нас обычно картошку не едят а суп им приходится я беру органический как-то у нас маленький расход идет в супе вот она стоит 1,99 за вот такой маленький пакетик здесь всего лишь 1,36 кг мы всегда когда приедем в Фидмайер Никита берет вот это с этой полки фрукты это бесплатные фрукты для детишек ну и может взрослые кто хочет бананчик мандаринчик можно подойти взять и перекусить сейчас я салат еще возьму вот такой салат я беру 2,19 потому что он органический точно такой же неорганический качан стоит 1,69 качан это вот здесь все неорганическое перцы кстати перцы здесь очень дорогие один перец стоит 1,5 доллара любой красный зеленый желтый а нет зеленый его 2 на 99 это сейчас распродажа органический стоит чуть-чуть подороже 1,99 за штучку так ну там обычная морковка 69 центов запалнутую сыпную набираешь и потом на косте взвесит и посчитают огурчики 1,79 доллар обычные неорганические за штучку баклажаны сейчас 1,99 доллар за штуку обычно они перед праздниками делают по доллару сейчас почему нет я не знаю почему так мы пришли в бананы обычно фрукты мы сейчас в это время года покупаем участников больших коробках и поэтому у нас дома в гараже стоит огромное количество различных фруктов в магазине мы берем бананы посмотрите для примера это органические и они стоят 69 центов за паунт и неорганические бананы я не поняла они тоже 69 центов за паунт, да? 59 центов за паунт то есть в принципе практически одна и та же цена и вот такая связочка там получится что-то доллар с чем-то мне кажется пару долларов а вот картошка обычная американская картошка мы ее вот эту вот в этом ряду никогда не покупаем потому что я вам объясню почему и она перед праздниками очень дешевая иногда вот по доллару вот такой мешок здесь 10 паунтов сейчас что-то она у них дорогая странно сейчас 379 но можно найти магазин где будет по доллару вот эту картошку мы никогда не берем потому что она выращивается в песке в который добавляется куча пиздецитов гербицидов и химикатов это крахмал с химикатами вот так скажем сплошной в крайнем случае если хочется пюрешечки мы берем в костка вот такую картошку здесь она доллар за паунт а мы в костка берем по-моему 15 паунтов за 8, да? или за 7 вот такую картошку желтенькую она более-менее нормальная но тоже гадость если она не органическая и обычный лук доллар за паунт пойдемте мы вам покажем фрукты вот для примера вот такая связочка лимончиков если вы любите чай с лимоном стоит 3,94,49 сейчас так ананасики по 2,5 доллара за мороженое не будем брать так мандарины 2,99 за 3 паунта не совсем маленькие цены на яблоки обычные яблочки так вот мы набрали тележечку готовы рассчитаться на самом конце попросили не снимать они сказали что нужно permission разрешение на съемки нужно было к менеджеру пойти и спросить ну я не думаю что кто-то из блогеров делает это мы чуть-чуть фруктов не досняли хотели побольше показать ну наверное и так нормально а никите на кассе дали стикер наклейку да никита такой довольный давай мне бумажку никита дорогие зрители на этом наше видео заканчивается если вам понравилось наше видео то поставьте лайки спасибо что вы все это время были с нами до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...